Сошлись на норму права. Это обязательно всегда ссылаться на норму права. На режимной территории УМВД России города Сургут Конституция Российской Федерации не действует. А как же часть 4 статьи 29 Конституции? Она не действует у вас в режимном объекте? В режимном кабинете нет, она не действует, Конституция. Так сказала Иванова Любовь Александровна. Это начальник отдела делопроизводства и режима. У нас все-таки государство, сторона. А там режим, 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 а там режим. Он не меняется уже в течение, ну по крайней мере, 5 лет точно. Но он же может поменяться? Нет. Почему нет? Есть вариант один, первый вариант. Вот вам наглядный пример, что такое режим. Эта табличка висит на высоте 2,5 метра. Больше 50 капель, очень похожих на капли крови. Весь ужас вот этой картины. Заходил жираф и не смог выйти? Выход есть, но он кровавый. Да это каждый день происходит. Выход весь в крови. Просто это граждане не видят. Меня с телефонами пропустят? Нет. Почему? Вы отказываетесь ответственного вызовывать? Ну, потому что режимная территория. У нас начальник управления сам себе назначает, когда ему принимать. Серьезно? Да. У нас режимная территория, кабинеты все режимные. Чего ты здесь цирк устроил? Я не могу понять. Мы остаемся открыты. Вот, помогите мне. Ты что сюда пришел? Я тебя понял, я тебя понял. Тебя вызовут. В здании ОМВД, которое является режимным. А я что, ты нарушаю? Ничего ты не нарушаешь. Ну, у нас, да, у нас режимное здание. Протокол, значит, неповиновение или... Вся территория управления является режимной. Дмитрий Николаевич, куда вы уходите? Я вам донесла информацию? Нет, вы приказ не назвали. Мы можем аудио-видео фиксацию проводить самостоятельно. То есть, со стороны ОМВД мы устанавливаем камеру. Сошлись на норму права, которая не запрещает? Нет, наизусть не могу знать Конституции Российской Федерации. Как карта может попасть на аудиозапись? Мы руководствуемся нормами своих приказов ОМВД. Начальник вам отказал. Введение аудиопротокола. На основании чего? Нет, нет нормы права никакой. Как гражданина вас начальник примет, как журналиста нет возможности принять. То есть, это коррупционная составляющая, я правильно понял? Ваш личный интерес? Вы понимаете, это не норма права, это рекомендация. Полный список всех нарушений. У меня примерно будет на 8 страниц. Приказ есть, но он секретный. Ну, конечно. Я вам должен верить на слово, да? Вам может разрешить только руководитель управления вести аудио- и видеозапись. С двумя телефонами нет, начальник не согласовал. Аудиозапись. То есть, вы гарантируете, что меня не пустите? Ну, мне начали просто угрожать 19.3. В этот раз так же получится, да? Ну, я делаю вывод, что вы нарушаете условия контракта. У нас всё-таки государство, страна. А там режим. Всем привет. Сегодня видео о том, что на режимной территории ОМВД России города Сургут Конституция Российской Федерации не действует. А как же часть 4 статьи 29 Конституции? Она не действует у вас в режимном объекте? В режимном кабинете нет, она не действует, Конституция. Так сказала Иванова Любовь Александровна. Это начальник отдела делопроизводства и режима. Напомню, что 22 февраля 2023 года якобы журналист, Неупокоев Евгений Николаевич, настоящая фамилия Карча, действует под псевдонимом Неупокоев, напал на журналиста Антона Николаевича Булгакова, выхватил у него телефон, произнес в общественном месте в коридоре Сургутского городского суда нецензурное слово на букву «Б», запрещенное для СМИ Роскомнадзором, и силой бросил телефон на пол в коридор в сторону посетителей, чуть не попал в помощника судьи, в женщину. Она еле успела ногу убрать. Было написано множество заявлений о совершенных преступлениях и правонарушениях ОМВД России по городу Сургут. Было вынесено три постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Административный состав правонарушения никто не усмотрел, и протокол не был составлен. Ни уголовки, ни административки. Вообще игнор. Последнее определение было вынесено 20 апреля 2023 года. До настоящего момента мне всячески препятствует ознакомиться с материалами проверки. До сих пор не ознакомили. Прокуратура города Сургут вообще никак не вмешивается и не выносит ни протесты, ни постановления о незаконности проверок. Неупокоев до сих пор не привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности, и до сих пор не извинился перед женщиной, которая чуть не попала телефоном. Получается, что полиция всячески покрывает противоправные действия Неупокоева, и судя по безнаказанности Неупокоева, любой может, нецензурно выражаясь, в общественном месте кидаться чужими телефонами в женщины и в помощников судей? Так что ли выходит? Смотрим. Каждый сотрудник, в принципе, достоин награды. Начиная от сотрудника дежурной части. Василий Александрович, вы отказываетесь ответственно вызвать? Я не знаю, где он находится, я с Аминавичем приеду. Его зам. Пока вы будете ждать ответственного, я думаю, Дмитрий Николаевич уедет уже. Служба – это и опасная труда. О людях, чья профессиональная деятельность каждый день сопряжена с риском, поговорим сейчас с нашим гостем. В студии у нас Дмитрий Николаевич Луценко, зам. начальника уголовного розыска ОМВД по городу Сыргута. Доброе утро. Доброе утро. Напомню, кто такой Луценко. Пять лет назад он был в должности начальник отдела ТЭ, это отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Именно он незаконно дважды направил меня в дурку, где мне пришлось провести 62 дня незаконно и вышел по апелляции. Не кололи, не пичкали. Незаконное решение о помещении пожизненно, бессрочно было отменено судом ХМАО апелляционным коллегиально. Мы спасаем других людей, а так что непосредственно, да, бывают такие преступления, что там вплоть до таких, что заказные, бывает, что и спасаем, конечно. И вот теперь Луценко работает начальником отдела полиции номер 3. Луценко, ты что, что случилось сейчас? Здравствуйте. Что сейчас случилось? Материалом проверки не хотят ознакомить, по неупокою. Тебе же сказали, напиши заявление, тебя ознакомят. Меня приняли, устное обращение, номер. Ну, все приняли, тебе позвонят. Вот талон. Ты что здесь устроил в церкви, я не могу сказать? Вот талон. Ну, все? Нет, так в прошлый раз меня сразу ознакомили, без всяких заявлений. Ну, в это в прошлый раз, значит, сейчас тебя вызовут, что они? Передадут, а равнороспись получат. Ну, мы все договорились, что я через это, жду 3 дня. Что ты хочешь, я не могу понять. Подождите, Дмитрий Николаевич, я сказал, что я жду 3 дня, потом буду принимать меры по поводу неознакомления с материалом проверки. Еще, и что? А потом я сказал, что хочу записаться к вам. Что ты здесь цирк устроил, я не могу понять. Почему цирк? Я не могу просто понять, что тебе, я уже просто слышу там, что ты минут 30-40 здесь разговариваешь с сотрудниками, какие-то требования, какие-то выдвигаешь. Какие требования, что тут, есть порядок элементарный, что ты хочешь? Порядок должен регламентироваться нормативно-правовыми актами. Нормативно-правовый акт говорит, ты приходишь, пишешь заявление, пиши заявление. А заявление пишется на каком основании? Я не знаю, на каком основании, ты что сейчас хочешь? Ты здесь хочешь цирку строить или что? Я тебе сейчас реально помогу сейчас, что нужно? Здесь государственное учреждение, что ты здесь хочешь? У нас все-таки государство, страна, а там режим. Вот, помогите мне, пожалуйста. Ты сюда пришел, я тебя понял, я тебя понял, тебя вызовут. В смысле вызовут? Тебя вызовут, тебя, где вот, где, а устное заявление ты принял? Все, я не вижу проблем. Не трогайте, пожалуйста, мои документы. В смысле, трогайте, не трогайте, что это такое? Ты что-то принес, что-то хотел? Мои документы. Какие тут документы? В том числе паспорт. На чем тут? Где тут твой паспорт? Что ты хочешь? Не трогайте, пожалуйста, мои документы. Если будешь себя здесь продолжать, то я буду вынужден к тебе принять меру административного воздействия. А я что-то нарушаю? Ничего ты не нарушаешь. Ты все сделал? Ты написал заявление? Нет. А что ты здесь ничего не сделал? Тебе заявление приняли? Заявление приняли, все, значит, тогда пускай покидает территорию. Если нет, значит, тогда 19-й протокол, значит, неповиновение и далее более. Дмитрий Николаевич, я хотел записаться к вам на личный прием, меня не пускают с телефоном. Ну, значит, есть регламент соответствующий. Тебе объяснили же, как должно это происходить. Какой регламент? Ты что, не слышишь? Есть регламент. Дмитрий Николаевич, вы ко мне с чего на «ты» обращаетесь? Я могу к вам обращаться на «вы», разницы нету, я просто не вижу, что вы... Разница есть, вы обязаны обращаться ко мне на «вы». Ты, это самое, цирк пришел здесь устроить? Ну, какой цирк? Мы с тобой очень хорошо же на помощь, значит, и я поэтому к тебе так обращаю. Это что, по небрасу, что ли? Мы вроде с вами не братались. Я еще раз говорю, Антон Николаевич, по-моему, да? Так я могу записаться на личный прием? Если вы здесь будете продолжать этот цирк, так называемый, что ли, то сейчас дискредитацию какую-то непонятную. Я буду вынужден, то есть, вам реально применить меры административного воздействия. На основании чего? На основании кодекса административного правонарушения. А что, есть признаки какого-то правонарушения? Ну, уже есть. А какие? Дмитрий Николаевич, куда вы уходите? Как бы вот так. Шикарно. У нас все-таки государство, страна. А там режим. Чтоб всем ясно было, почему они так нервничают, и почему они не хотят пускать именно с телефоном. Они говорят, что у них там режим. Нет там у них никакого режима. У них есть там только комнаты. Типа оружейные и еще что-то там. Временный склад хранения доказательств. Вот там у них режимный объект. А кабинет начальника и дежурная часть, они не являются режимными объектами. Ну, чего они так нервничают? Чего они так опасаются? А вот чего? Вот вам наглядный пример, что такое режим. В чем он заключается? Вот это фото было сделано 1 марта 2023 года в 1651 в отделе полиции номер 3, городе Сургут. Эта табличка висит на высоте 2,5 метра. Вот это еще и выше. Я тут насчитал больше 50 капель, очень похожих на капли крови. Фото не передает весь ужас вот этой картины. Но когда я вживую вот это все разглядел, у меня аж с этого не по себе стало. Потому что я сам много раз видел, как людей втаптывают в пол и по полу растекаются лужи крови. Именно в отделе полиции номер 3. Но это на полу. Это втаптывают. А что должно было произойти, чтобы капли крови залетели на высоту 2,5 метра? И до сих пор они там есть. Что это? Заходил жираф и не смог выйти? Или кому-то в голову выстрелили? Телефон нельзя проносить. Да их вообще там круглосуточно нужно в прямом эфире показывать, что они там делают. И что говорят. И это лишь маленькая часть тех нарушений, которые были выявлены буквально на входе тока. Всего нарушений выявлено на 8 страниц. Это начиная с того, что сотрудники не носят бейджики, не хотят, чтобы их им можно было идентифицировать. Не представляются, грубо разговаривают, не знакомят с материалами дела. Какие-то постоянно свои личные требования выдвигают, не основанные на законе. В общем режим. Выход есть. Но он кровавый. Выход весь в крови. Очень обидно, когда иногда не доходит дело до логического конца. Но тем не менее мы прикладываем все усилия. Да это каждый день происходит. Каждый день кого-то мы задерживаем. Не обязательно, конечно, там особо опасных и все. Но это происходит каждый день. Просто это граждане не видят, они ходят на свою работу. А мы, как говорится, очищаем наше общество от лиц, которые находятся в такой ситуации. Что, скажете сказки? Не верите? Посмотрите вот это видео. И послушайте, что творится внутри дежурной части в отделе полиции номер 3. У нас все-таки государство, сторона. А там режим. Приемная вода. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, инспектор Адир. Крылова. Крылова? Дылова. Дымова, да? Слушай вас, говорите. Я просто фамилию не расслышал. Дымова, да? Да. Ага, отлично. Я хочу записаться на прием Глушенко. По какому вопросу? По многим. Первый вопрос, это по поводу отказа в ознакомлении с материалами проверки. Вы писали заявление? Так, 2 июня подал в отдел полиции номер 3 устное обращение. И сегодня часа 3-4 назад в МВД на Маяковского 19 в письменном виде. Вы что, отказали уже? Ну, 2 числа отказали. Потому что вы устно, скорее всего, подали. А что вам сказали? Оно где-то находится в прокуратуре или в суде? Давайте эти вопросы решу с начальником ОМВД города Сругут. Нет, вы сначала со мной решите эти вопросы. С вами? Потому что я ему должна докладывать, да. Ну вот, доложите. О чем? Ну, обо всем. А то, что вы не знаете, где ваши документы находятся? Какие мои документы? Мне нужно конкретно уточнять, где какие ваши заявления находятся, когда их приняли, кто их принял. Если вы только сегодня написали заявление об ознакомлении с материалами, значит, ответ будет в течение 30 дней. Вас как зовут? Ирина. Ирина? А отчество? Мужчина, вам, может быть, сказать, сколько мне лет, где я живу. Ну, а зачем это вам нужно? Нет, мне нужно отчество. Как вам можно обращаться? Я вам уже сказала, как ко мне можно обращаться. То есть, Ирина Дымова, да? Я вас слушаю, говорите дальше, что вы еще хотите. Это не единственный вопрос, который я хотел бы с ним обговорить, поэтому... Следующий вопрос. Следующий? Ага. Подождите, у нас личный прием с вами, то есть, вместо глуши... Я должна докладывать, это во-первых. Во-вторых, я должна знать, кто к начальнику записывается, по каким вопросам. Ага. Я о чем должна докладывать? Обо всем, судя по вашим словам. Мужчина, вы записаться хотите на прием или нет? Я хочу услышать дату и время, когда я могу прийти. Я еще не услышала ни одного вопроса, с которым бы вы могли сюда прийти. Я вам назвал один. Один, это то, что в течение 30 суток вам должны дать ответ. Подождите. Если вы сегодня написали заявление о том, что вы хотите ознакомиться в дежурной части, оно зарегистрировано? Конечно, талон уведомления выдали и там, и там. Ну вот, замечательно. Так. В течение какого времени сказали, что вам перезвонят? Никакого. Ничего не сказали. Записывайте номер телефона, вам скажут, когда вы можете ознакомиться. Давайте. 76 15 97. Это кто? Это отдел обращений. Что за... Они регистрируют ваше заявление. Отдел обращений у МВД города Сургут? Да. То есть они в курсе, да, у всех вот этих бумаг? Конечно. Так, а с материалами проверки-то с ними, да, решать вопрос? Ну да, они вам подскажут, кто вас будет ознакомливать с материалами проверки. Угу. У меня еще множество вопросов, штук 40. Если я вам все буду перечислять, глушенько, да, у меня уйдет примерно, ну, наверное, сутки. Будьте добры, пожалуйста, сообщите дату и время, когда я могу прийти на прием. Вы еще не сказали, кто вы, вы даже не представились. Ну, можете записать. Я сегодня... Кто вас? Я сегодня, кстати, вы где находитесь? На Маяковского 19? Ну, вы звоните, вообще-то, приемную начальника. Конечно. Ну, мало ли, может, у вас колл-центр. Я вас слушаю. Фамилия, имя, отчество. Сегодня я приходил на Маяковского 19, часа три назад, и показывал паспорт. Поэтому проблем не должно быть. Там на КПП мужчина может подтвердить. Мужчина, у нас на Маяковского 19 приходят тысячи человек в день. Я сейчас побегу вниз и буду спрашивать у мужчины, кто же приходил к нам. Правда? Ну, можете поднять номер КОСП, потому что он был зарегистрирован. Вы что, не можете назвать свою фамилию, имя, отчество? А я вот и собираюсь. Вы просто перебили меня. Говорите. Приходил Антон Николаевич Булгаков. Контактный телефон. Шестьдесят шесть. Дальше. Семьдесят семь. Дальше. Сорок четыре. Адрес регистрации. А зачем? Хорошо, можете они называть. Ну, я просто в общественном месте нахожусь, я не хочу расслабить. Двадцать седьмой, хорошо. Двадцать седьмого июня будет прием начальника управления. Я перезвоню вам заранее и скажу, когда, в какое время вам подойти. А примерно ориентировочно на какое время? Я вроде видел, у него там с семнадцати до двадцати. С семнадцати до двадцати. Но мы уточняем каждый прием. Двадцать седьмой июня, да? Да. Так, 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 так. Хорошо. А раньше никак? У нас один раз в месяц прием у начальника управления по графику. А если с замом поговорить? Зам в отпуске будет. А второй зам? Второй по внутренней службе. Ну, как раз подходит. У вас же внутри службы не хотят ознакомиться с материалом проверки. Вы вообще-то в полицию обращаетесь. Внутренняя служба занимается другими вопросами. Так, и что? Только двадцать седьмого, да, получается? Двадцать седьмое июня. У нас прием у начальника управления по графику. А вы какую-то бумажку выдаёте, чтобы там, ну, на предъявителе, там, не знаю, на работе или ещё где-то извещение о приёме? О приёме чего? Ну, что я записан на приём к начальнику МВД. Официальная бумажка. А как я вам должна выдать? Ну, обычно выдают во всех госорганах. Ну, где я вам должна выдать? По телефону? Ну, я же говорю, я могу на Манькосковскую 19 прийти и мне предоставить на руки. Чего вам не буду выдавать? Нет, не предусмотрено. Нет. Ясно. Добро. Жду от вас звонка. Угу. Благодарствую. Приёмная МВД. Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, свою фамилию. Белова. Подскажите, записывался он неделю назад на приём Глушенко, сказали, перезвонят, определятся со временем. Неделя прошла, до сих пор нет. Нет, это не привет. Ну, вообще-то приём Глушенко 27-го числа. Вам сказали, со временем вас определят. Ну, да. 26-го перезвоню. 26-го? А пораньше никак нельзя? Ну, если на 27-е запись только. Ну, что, заранее нельзя временно, значит? Пока нет. Мы не знаем, может, 27-го в какое-то время будет совещание или ещё что-то. А мне как планировать свою деятельность? Ну, не раньше 6-ти часов приём начинается. А в другие дни нельзя никак организовать? У нас есть график приёма руководителей. Ну, это он... Начальник принимает только один раз в месяц. Ну, это он сам так определил. Правильно? У нас вообще-то приказ есть, по которому мы работаем. А приказ чей? Кем подписан? Хантамансийск. То есть, номер приказа кем подписан? Можете сообщить? Я не могу сейчас сказать. Ну, а как не быть, как не проверить эту информацию? Какую информацию? У нас график висит внизу. В ОВД на Маяковского, 19. Пожалуйста, можете подойти и ознакомиться с ним. Я его видел. Там стоит, что утверждено приказом Глощенко. То есть, он сам себе назначил график приёма раз в месяц. И что? У нас начальник управления сам себе назначает, когда ему принимать. Серьёзно? Да. Ну, значит, он же может и переназначить этот график. Правильно? Это вопрос не ко мне. Ну, а вы кто? Секретарь? Я не секретарь. Я инспектор АДИР. А что такое АДИР? Отдел делопроизводства и режимов. У нас всё-таки государство, сторона. А там режим. Ну, он кровавый. Весь в крови. А как поговорить с секретарём Глощенко? Секретарей у нас нет. Ну, вы с ним общаетесь? Имейте прямой контакт? С кем? С Глощенко. Да. Ну, вы с ним можете уточнить этот вопрос? Какой вопрос? У нас график утверждён начальником. Он не меняется уже в течение, ну, по крайней мере, пяти лет точно. По моим сведениям, он меняется каждый месяц. Утверждается на каждый месяц. То есть... График один и тот же. Всегда. У нас график каждый четвёртый вторник месяца. Ну. Начальник принимает. А почему этот график отличается от той информации, которую вывешено на стенде? На каком стенде? Там точно так же всё написано? Нет, отличается. В отделе полиции номер три отличается. А при чём это делал полиции номер три и управление? Ну, к тому, что вы говорите, он один и тот же и не меняется. На стенде другого. У нас он не меняется. Но он же может поменяться? Нет. Почему нет? В смысле, почему нет? Потому что начальник его утвердил. Он такой был уже пять лет. Я думаю, что будет. Если он его утвердил, он живой изменить. Может, правильно? Ну, это же не ко мне вопрос. Мужчина, вы что хотите? Я вас записала на приём. Сказала, что я вам перезвоню. Приём будет 27-го числа. Мне нужно конкретное точное время. Предварительное время с 18.00. До? До 20. Пораньше три ещё никак нельзя организовать? Перезвоните начальнику АДИР, пожалуйста. 76-17. 76-13-07. 07. А как зовут? Фамилия? Любовь Александровна. А фамилия? Она вам представится. Ну, вы не знаете? Она вам представится сама. А если не представится, как вы? Представится она. Это аттестованный сотрудник. Она вам представится. Ну, то есть фамилию отколзываете? Да, назвать. Иванова Любовь Александровна. Благодарствую. Всего хорошего. Адирода, слушай. Здравствуйте. Да, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Иванова Любовь Александровна. Начальник делопроизводства режима. Слушаю вас. У нас все-таки государство, сторона. А там режим. Но он кровавый. Весь в крови. Отлично. Я только что звонил на другой телефон. Два ноля на конце. Там тоже сотрудник ваш, Адир. Фамилия... Не помню, девушка называла. По поводу записей на прием в Глушенко. Неделю назад звонил, записали на 27-й. А вот со временем что-то никак не могут определиться. Ну, предварительное время с 18.00 после рабочего дня. Потому что всем удобнее приходить после рабочего дня. Это приблизительно, потому что, ну, может быть на час раньше, может быть на час позже. Но так как граждан много записалось, сейчас более 8 уже. Поэтому я думаю, что если вы подойдете к 18.00 в порядке, очереди, все мы восприменим. Вас записали уже, я правильно поняла? Ну, неделю назад записали, но время так и не назначили, и не перезвонили. Ну, будут перезванивать немного позже, потому что сейчас время еще не... Еще мы не определили время. Потому что бывают различные совещания и с округом в том числе. Но обычно это происходит с 18.00. Вас еще уведомят перед приемом. Где-то за неделю будут обзванивать всех граждан. Ну, мне просто надо как-то планировать время, потому что, сами понимаете, время отпусков, дачный сезон и все такое. Ориентировочное время с 18.00. С 18.00. Подскажите, меня с телефонами пропустят глотчинг? Глотчинг. Нет. Почему? Ну, потому что режимная территория и... А там режим. Все средства аудио-видео фиксации сдаются на КПП. Вы можете, если вы хотите предоставить какую-то аудио-видеозапись, вы можете флеш-накопитель подготовить и предоставить начальнику. То есть мы подготовим ноутбук и предоставить ему в формате вот в таком. Нет, дело в том, что я хочу ввести аудиопротокол. Нет. Почему? Ну, потому что это не предназначено в ходе личного приема, аудиопротокол. То есть у вас никто никогда с телефонами не проходил на прием с глотчинг? Нет. У нас не проходили не только глотчинг, а к руководителю и начальнику управления. У нас вообще заходить в здание ОМВД с телефонами, которые могут записывать аудио-видео формат, у нас запрещено. То есть вы заходите, у нас в шкафчике вы сдаете средства аудиофиксации, видеофиксации и проходите на личный прием к руководителю. Ну, дело в том, что я знаю случаи, когда люди не только в здание заходили, но и мимо проходной приходили в кабинет Глушенко и ввели аудиозапись. Ну, знаете, я вам могу сказать, что это исключено. Я не знаю, в какой это период времени и как так произошло, но это запрещено у нас. А кем запрещено? Чем? Есть закон какой-то федеральный или конституция? Ну, нет, не конституция, но у нас режимная территория. У нас все-таки государство, страна, а там режим. Ну, он кровавый, весь в крови. А что значит режимная территория в Лос-Суме? У нас происходит обработка, да, сведений, составляющих государственный тайм на территории. И поэтому проход в само здание, то есть вы в дежурную часть, вы зашли, вы можете ознакомиться там со стендами, с какой-то информацией, но тем более снимать в здании управления, потому что в кабинетах кабинеты все режимные. У нас все-таки государство, сторона, а там режим. Но он кровавый, весь в крови. Там может быть размещена информация, которая составляет государственную тайну, согласно постановлению правительства. Поэтому вы, допустим, приходите на какие-то режимные объекты, да, там на ГРЭС, вас тоже не пустят туда с средствами аудио-видео фиксации. Поэтому мы тоже оставляем за собой право граждан не пропускать. Я еще раз говорю, если вы хотите какие-то видеоматериалы предоставить, пожалуйста, вы можете подготовиться, только сообщить нам об этом заранее. Мы вам предоставим технику, на которой вы можете, допустим, что-то продемонстрировать. Но аудио-протокол, нет, мы не предоставляем такую возможность. А как же статья 8, что деятельность полиции публичная? Да, деятельность остается публичной. Но аудио-протокол, он не предусмотрен. Мы можем использовать, согласно 707 приказа МВД, вы можете почитать 59-й федеральный закон об обращениях граждан. Мы можем аудио-видео фиксацию проводить самостоятельно. То есть со стороны УВД мы устанавливаем камеру и все разговоры, то есть видео-фиксация будет происходить при личном приеме. Но аудиозапись и видеозапись мы можем предоставить вам только в том случае, если вы обращаетесь в суд по каким-то спорным моментам. То есть это какая-то секретная информация, что ли? Я ничего не понял. Почему секретная информация? Ну а почему только через суд? Для суда. Я имею в виду, что если вы хотите аудиозапись или видеозапись с личного приема, допустим, запросить, мы иногда используем в спорных вопросах каких-то, да, когда неоднократно граждане приходят, когда жалуются, допустим, на что-то. Мы можем аудио-видео фиксацию использовать при личном приеме. Но предоставлять мы ее можем только по запросу суда. В любых других случаях аудио-видео фиксация исключена. Подскажите, Любовь Александровна, да? Да, да, все верно. Подскажите, вам знакома часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации? Нет, наизусть не могу знать Конституции Российской Федерации. Ну, там примерно сказано, что любой может искать и получать информацию, и собирать любым доступным образом, не нарушающим закон. Вот, введение аудиопротокола во время личного приема у Глушенко, какой закон запрещает ввести? Он не запрещает. Я вам говорю, что мы руководствуемся нормами своих приказов МВД. Мы остаемся открыты. Мы даже можем пригласить члена общественного совета, если вы захотите, чтобы ваш вопрос был оценен, можно сказать, что с объективной стороны, не только с сотрудниками МВД. Но записывать, я вам говорю еще раз, это не предусмотрено никакими нормативными документами. в здании МВД, который является режимным. У нас все-таки государство, сторона. А там режим. Но он кровавый, весь в крови. А как же часть 4 статьи 29 Конституции? Она не действует у вас в режимном объекте? В режимном кабинете нет, она не действует, Конституция. Здесь действуют другие. Здесь есть сведения, я еще раз повторюсь, составляющие государственную тайну, которым вы допущены быть не можете. Я не собираюсь никакую государственную тайну там выведывать. Я понимаю, я понимаю. Я приду задать свои вопросы, которые не составляют государственную тайну. Ну, вот смотрите, мы с вами разговариваем уже практически 10 минут. Мы сейчас с вами, вы не записываетесь, да, вы пытаетесь как-то меня, ну не знаю, не то что вывести из себя, да, вы пытаетесь склонить в ту сто... Я вам еще раз говорю, вы с телефоном сотовым, в режимное помещение вас просто не пустят. Ну, вы ошибаетесь. Ну, это навряд ли, на самом деле. То есть вы гарантируете, что меня не пустят? Ну, у нас запрещено со средствами аудио-видео фиксации. Тем более вы хотите вести аудиозапись. Вам может разрешить только руководитель управления вести аудио-видео запись. Понимаете? Уточните, пожалуйста, этот вопрос. Я хочу ввести аудио-протокол на приеме. Если он... Ну, я не знаю, как это сделать. Я могу написать официальное письмо, что требую разрешить ввести аудио-фиксацию. Можно. Вы имеете на это полное право. Я вас прошу уточнить этот вопрос пока устно. То есть уточнить, можно ли и что для этого необходимо. Если он скажет, что я разрешу, если он напишет там заявление, я напишу обязательно. От имени журналиста в том числе. То есть права журналиста, я думаю, вы не станете нарушать. Хотя, судя по вашим словам, возможно, и будете. Я приду как журналист, буду задавать вопросы, которые касаются общественных интересов. И по идее, и по закону, средствах массовой информации, никто не вправе мне запретить ввести аудио-фиксацию. И в том числе по конституции. Да, если вы придете как официальный журналист, если вы придете, этот вопрос можно согласовать. Вот согласуйте, пожалуйста. Ну, когда вам удобно перезвонить? Давайте завтра до 17.00 вам перезвонят с приемной и уточнят этот вопрос, дал разрешение начальник или нет. Если при отрицательном ответе вы можете подать обращение в наш адрес и дадут уже письменное разъяснение. Не обязательно так и сделаю. Мне просто охота решить это все по-человечески, основываясь именно на конституции, а не на ваших внутренних приказах. Потому что я, во-первых, у вас не работаю, а во-вторых, конституция намного выше, чем любые ваши приказы. Ну, я понимаю. Но вы же сами понимаете, что есть тем более сейчас, есть законы, которые ограничивают пронос средств аудио-видео-фиксации. Ну, здесь могут здания располагаться, карты, понимаете, с размещением информации, секретной в том числе. Подождите, вы сказали, вы сослались на закон. Какой закон мне запрещает ввести аудиозапись? Как, 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 вы сказали карты. Как карта может попасть на аудиозапись? Вы хотите аудио или видеозапись? Я вам уже, наверное, раз в десятый говорю, что я хочу ввести аудиопротокол. Аудиопротокол. Я ни разу не произносил слово «видео». Хорошо, аудиопротокол. Я уточню, и вам перезвонят. Телефон у вас есть? Ну, вы представьтесь, если у вас секретарь записал, конечно, есть. Вы представились фамилию, да? Ну, я говорил фамилию, я не говорил официальный статус журналиста. Вы же сказали, что вы придете как официальный журналист. Сейчас, да. Я хочу прийти как журналист. Все. Я вас слышала. Аудиопротокол. Мы согласуем. Ваши фамилии, имя, отчество и контактный номер. Значит, заместитель главного редактора. Угу. Так, так, так. Ну, вообще, у меня два статуса. И там, и там. Заместитель главного редактора. Значит, первое СМИ – это информационное агентство «Камчатский регион». Угу. Второе СМИ – это информационное агентство «Русское информационное агентство». Угу. Антон Николаевич Булгаков. Антон Николаевич Булгаков. Ваш контактный номер. Да, короткий номер запишите. 66-77-44. 44. Завтра до 17.00. Я думаю, руководитель даст ответ. Добро, благодарствую, жду. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Далее. Добрый день. Здравствуйте. Антон Николаевич. Кто это? Приемная начальника управления. Слушаю вас. Я по поводу приема. Слушаю вас. Значит, как гражданина вас начальник примет, как журналиста нет возможности принять, вы должны написать заявление и согласовать с округом. С каким округом? Ну, с Ханты-Мансийским остановным округом с управлением. Это как фамилия начальника МВД Пахмала? Сатригинов. С ним, да, согласовать. Вы должны к нам написать, мы направим им, что если они разрешат, тогда только мы можем, значит, вас принять. То есть журналистки за официальный запрос от имени СМИ в течение семи суток, да, решите вопрос? Ну, это не ко мне вопросы. В течение скольки суток будет решаться ваш вопрос. Ну, по закону о СМИ семи суток. Так, дальше. Любовь Александровна, да? Да. Нет, Любовь Александровна на 76-13-07. По поводу... А вы кто? Белова. Белова. А имя, отчество напомните? Ирина Михайловна. Ага. Значит, по поводу того, если вы придете как гражданин, нужно конкретно определить вопросы, с какими вопросами вы приходите на прием к начальнику управления. Я определил для себя. Нет, для вас. Для нас нужно определить вопросы, с какими вы приходите на прием к начальнику управления. Нарушение конституционных прав и свобод. Ваших лично? В том числе и других. В чем выражаются? Так, нарушаются статьи 24, 29, 56 определенными должностными лицами. Полный список всех нарушений. У меня примерно будет на 8 страниц. Я его еще не подготовил. У нас прием для каждого гражданина выделяется 15 минут. 15 минут? Да. А кто этот определяет порядок? У нас определяется порядок приемом граждан. Какой документ регламентирует этот предел в 15 минут? У нас приказ есть. Номер приказа? Вы когда звоните, вы, пожалуйста, разговаривайте по этому поводу с начальником АДИР. То, что мне велено было передать. Велено? Да. Что вы должны определить свои вопросы, конкретику, с какой вы придете к начальнику управления на прием? Прям должен. Я вам донесла информацию? Нет, вы приказ не назвали. Чем ограничивается время личного приема? В законе 59 ФЗ в статье 13 не сказано, что личный прием каким-либо образом может быть ограничен. Хорошо. Значит, у нас прием граждан очень большой. То есть у нас очень много людей записывается к начальнику на прием. Поэтому я вам довела информацию. Вы, пожалуйста, определитесь, как вы придете, как журналист, либо как гражданин. Ну, я и так, и так приду. Как журналисты должны прийти только с разрешением и с согласованием... Сейчас я зайду, подпишу. С согласованием управления ХМАО. Чем это регламентируется? Любовь Александровна, пожалуйста, перезвоните и уточните, чем она рекламентируется. Пусть Любовь Александровна, как и обещала, мне сегодня до 17.00 перезвонит сама. Хорошо, я ей передам. Благодарствую. Всего доброго. Первый, я слушаю. Здравствуйте, мне нужна Любовь Александровна. А я слушаю. Вы мне обещали вчера до 17.00 позвонить, так и не позвонили. А, Антон Николаевич, да? Вам же передали информацию, я поручила Ирине Михайловне позвонить вам. Ну, дело в том, что мне до сих пор не ответили на вопрос. У меня пустят с двумя телефонами или нет? Так, с двумя телефонами нет. Начальник не согласовал аудиозапись. Смотрите, есть вариант один. Первый вариант. Это, если вы идете как официальное лицо, как журналист, да, как представитель информационного агентства, то в наш адрес вам необходимо подготовить запрос с перечнем вопросов, которые вы будете задавать. В свою очередь мы должны будем этот запрос согласовать с управлением ОМВД по Ахмау-Югре. Вот такой порядок. Если вы идете как гражданское лицо, как гражданин, я так понимаю, что есть проблемы с ОП-3, да, обжалование постановления об отказе ВУД. Да? С этим вопросом вы идете на личный прием? Я же сказал, у меня вопросов на 8 страниц. Коротовная составляющая, отказ в ознакомлении с материалами проверки, отказ в личном приеме и т.д. и т.п. Антон Николаевич, смотрите, так как у нас граждан очень много, у нас регламент 15 минут, поэтому там порядка на 8 листах, я не думаю, что вам начальник успеет ответить на все ваши вопросы. Так, подождите, давайте по порядку. Вы сказали, с двумя телефонами не пропустите. Сошлись на норму права, которая не запрещает проходить на личный прием к начальнику ОМВД с двумя телефонами. Нет, вы говорили о том, что вы хотите осуществить аудиозапись вашего личного приема. Аудиопротокол ввести. Аудиопротокол. Вот начальник вам отказал введение аудиопротокола. На основании чего? Какой закон, норма права запрещает? Вот я думаю, что если вы в письменном виде изложите ваш запрос, я думаю, в письменном виде начальник вам ответит за его подписью. Так пускай он мне на личном приеме на эти вопросы ответит. Ну, хорошо, зададите на личном вопросе этот вопрос. Я просто говорю о том, что вы говорите на восьми листах, я говорю, что у нас ограниченное время. Достаточно большое количество граждан записано на этот день, поэтому регламент тоже нужно будет соблюдать. Так, стоп, стоп. Вы сказали ограниченное время 15 минут. Сошлись на норму права? Нет, нет нормы права никакой. То есть это коррупционная составляющая, я правильно понял? Ваш личный интерес? Какой может быть мой личный интерес? Там будут присутствовать... Вы же сами сказали, нету никакой нормы права. Нет, никакой нормы права. Нам есть методические рекомендации, которые нам рекомендуют при достаточно большом количестве народа, граждан, которые записываются на личный прием, регламентировать время не более 15 минут на каждого гражданина. Вы задаете вопросы, начальник выслушивает, дает какие-то комментарии, дает указания руководителям, которые будут присутствовать по вашему вопросу. Я не из праздного любопытства спрашиваю, какой у вас вопрос, потому что мы должны подготовиться к вашему личному приему. Мы должны пригласить тех руководителей, которые, допустим, не выполнили какие-то требования, да, или какие-то служебные свои обязанности. И уже предметно разговаривать на личном приеме. Ну вот на личном приеме я бы хотел услышать ответы. Ну, хорошо, вы имеете полное право на это. Под аудиопротокол? Ну, я же говорю, еще раз повторюсь, аудиопротокол начальник не согласовал. Ну, он чем это мотивировал? Ну, на норму права он не ссылался, поэтому я не могу вам сказать, на какие нормы права. А вы можете этот вопрос уточнить? Давайте так, Антон Николаевич. Вы пишете запрос официальный, и официально руководитель, я думаю, вам ответит и сошлется уже на норму права. Потому что я тоже не могу постоянно заходить и какие-то моменты согласовывать. Либо вы зададите это на... Вам даже никуда ходить не надо. Вы можете на сайте МВД подать обращение с любыми интересующими вас вопросами. Вы сказали, есть регламент, который рекомендует ограничить 15 минут. Вот, напомните, пожалуйста, номер приказа, которым утвержден данный регламент. Нет, это методические рекомендации, которые рекомендуют нам округу, соответственно, МВД. И, ну, это вообще служебная информация для граждан, она не распространяется. Вы также можете в интернете найти эту данную информацию. То есть вы... Ну, вы понимаете, это не норма права, это рекомендации. Но это то же самое, как стоит очередь там, да, допустим, я не знаю, как вот госуслуги есть. Мы, допустим, с вами не можем более 10 минут разговаривать, потому что, понимаете, да, очень много служебных вопросов. Я вам просто не могу уделить более 10 минут. Этот регламент, порядок рекомендаций, методические рекомендации утверждены каким-либо документом? Ну, конечно, конечно, утвержден. Ну, я вам сейчас ответить не могу, но если вас это интересует, я могу это уточнить. Уточните. Хорошо. Потому что, интересно получается, вы сообщаете информацию с методических указаний каких-то, которые якобы являются для служебного внутреннего пользования, но при этом вы эти внутренние рекомендации применяете к людям, которые приходят из НИИ, и у вас не работают, и не подсменяются этими рекомендациями. Да, Антон Николаевич, вы не можете час времени занять у начальника, когда за вами еще 8 человек будет стоять. Ну, это просто здравый смысл. Здравый смысл говорит о том, что начальник ОМВД города Сургут сам себе утверждает график каждый месяц. То есть, раз в месяц сам себе назначает личный прием с гражданами. Если он сам себе назначает, значит, он сам себе может и продлить этот срок. Нет, если у нас набирается достаточное количество народа, допустим, да, если граждан звонят очень много, допустим, больше восьми, там, больше десяти, мы предлагаем еще один день включить начальнику. Поэтому сейчас пока вот 8 граждан записалось, пока мы вписываемся, в принципе, в один день, и можем осуществить личный прием всех желающих. Если будет больше записываться, естественно, мы предложим начальнику еще один дополнительный день, в который он может принять граждан города Сургута. Отлично, предлагайте сразу, мне нужен час. Вам нужен час времени? Да, минимум. Минимум, минимум час. Хорошо, я предложу начальнику этот вариант. Но, как уже он ответит, это, в принципе, будет... Мне нужен конкретный запрет с засылкой на закон, на норму права, на Конституцию, который мне запрещает проходить с двумя телефонами на личный прием. Хорошо. Вы в прошлый раз, не помню, то ли вы, то ли ваш подчиненный, вот девушка, на букву Б фамилию забыл, Белова. Белова, да. Белова Михайловна. Вот. Она или вы ссылались на некий режимный объект, что у вас, да? Ну, у нас, да, у нас режимное здание. У нас все-таки государство, сторона, а там режим. Но он кровавый, весь в крови. У нас есть пропускной режим, который регламентирует и антитеррористическую защищенность, который говорит о том, что гражданин со средствами аудио- и видеофиксации не в случае отказа сдачи в определенные места, да, у нас есть ящики с ключами, он не пропускается на режимную территорию. Чем регламентированы данные действия? Приказ есть какой-то, что режимные объекты нельзя пропускать с телефонами? Конечно, конечно. Назовите, пожалуйста. Ну, это наш секретный приказ 050-й. В свою очередь, постановление правительства Российской Федерации регламентирует пропускной режим. Гриф секретности есть на этом приказе? Ну, конечно. Он составляет государственную тайну? Да, совершенно верно. То есть даже номер приказа не можете назвать? 050-й, я вам сказала. 050-й, это какого числа? От 2021 года, я думаю, это достаточно. Ну, вы не найдете его нигде, ни в интернете, ни... Я хочу его истребовать. Мне нужны конкретные данные. Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Что невозможно? Истребовать? Конечно. В смысле? Вы меня ограничиваете в праве на обращение, что ли? Антон Николаевич, смотрите, вы сейчас опять пытаетесь вывести на какой-то непонятный разговор у меня. Я ответила на ваши вопросы? Нет, я... Я вам сразу могу сказать, что вы можете обратиться письменно на сайт МВД 86, не выходя из дома, даже вам не надо никуда идти, и все ваши вопросы, запросы, согласования изложить в вашем обращении. Вы полное право имеете на письменный запрос. Все, что вы хотите знать, все выписки из приказов, которые вы хотите увидеть, все требования, в том числе вот у начальника, значит, истребовать час времени на личный прием, вы все это можете изложить в письменном виде. И получите письменный ответ с осылкой на нормы права, на все законодательные акты, которыми мы регламентируемся. Вы назвали... Я, к сожалению, Антон Николаевич, я, к сожалению, больше вам времени не могу уделить, потому что у меня, ну, в служебное время мне тоже звонят руководители, вот параллельно. Поэтому больше 10 минут я вам времени не могу уделить. Сошлись на нормы права. Это обязательно, всегда ссылаться на нормы права. Я вам говорю о том, что это служебный телефон и больше 10 минут. 10 минут это оказание госуслуг. Я вам разъяснила сайт, на который вы можете обратиться. Порядок подачи своего обращения. 707 приказ вы можете почитать, он в форме доступа, в свободной. 707 приказ как раз об обращениях граждан в системе МВД РФ, он доступен. Там в том числе есть весь алгоритм и по личному приему, что можно и что нельзя. Можете ознакомиться с этой нормой права. Подскажите, вы гражданский или государственный служащий? Я государственный служащий. То есть у вас есть трудовой договор, да, на государственный служебный контракт, я так предполагаю. Вы его внимательно читали? Очень внимательно. А должностные обязанности у вас содержат такую информацию, что в своей службе государственной вы обязаны руководствоваться нормами, правами, законами и конституцией? Вообще безусловно. Ими я руководствуюсь в своей служебной деятельности. Вот ответ на ваш вопрос, почему нужно обязательно ссылаться на нормы права. Ну, все, я услышала вас, я поняла вас. Ну, я делаю вывод, что вы нарушаете условия контракта. Ну, Антон Николаевич, вы можете делать выводы какие угодно. Это, опять же, ваше право. Поэтому я вам еще раз повторюсь, я вам больше времени, к сожалению, уделить не могу. Вы можете официально направить в наш адрес обращение со всеми вопросами, которые вы, допустим, мне сейчас задали. И в том числе согласование по времени личного приема. Я думаю, получите обоснованный, объективный ответ за подписи первого руководителя. Так, Глушенко, будут обязательно заданы вопросы по поводу вашего ограничения конституционных прав, ограничения по времени, ограничения личного приема, нарушения части 4 статьи 13 закона 59 ФСЗ о личном приеме. То есть вы ограничиваете не просто в личном приеме, но еще и во времени, но еще и во времени общения по поводу организации этого приема. Замечательная служба. Полное право имеете. Изъяснить все свои требования в запросе. То есть это полное право. Личный прием отменяется? Личный прием отменяется? Нет, не отменяется, он состоится. Личный прием отменяется, вы говорите все в письменном виде. Почему? Личный прием, вы будете присутствовать на личном приеме, если вы придете. Я говорю вам о том, что вы можете и в письменном виде сейчас до личного приема направить наш адрес в письменное обращение. Я-то приду, как и 5 лет назад к Ерохову приходил, и потом был вызов на словесную дуэль, на которую он до сих пор не явился. Я вот не хочу, чтобы в этот раз так же получилось. Какие еще вопросы ко мне, Антон Николаевич? Приходите на личный прием. Если вы хотите задать еще какие-то дополнительные вопросы до личного приема, я же вам говорю, вы можете подать обращение письменно до личного приема и так же прийти на личный прием. В этом вас никто не ограничивает. А для чего тогда личный прием, если можно письменно? Но вы же сказали, что вы хотите лично задать начальнику вопрос, это тоже ваше право. Вы можете и письменно изложить все свои требования и устно прийти. Вот, я хочу устно. Вы меня пустите с двумя телефонами? Но не я вас буду пускать вообще. Я никого не впускаю и не впускаю на территорию управления. Смотрите, пять лет назад мы пришли, семь человек предупредили заранее, написали официальное письмо, что придем примерно 20 человек, но у нас пришло семь. И к нам вышли семь сотрудников полиции, прям вставили в стену и сказали, мы вас не пустим, сдавайте телефоны и пройдет только Антон. И сдать все телефоны, я говорю, вы что, мы записывались заранее, я хочу пройти с телефонами, ну, мне начали просто угрожать 19.3, типа, сдавайте телефоны, иначе мы применим к вам меры административного реагирования. В этот раз так же получится, да? Я не знаю, как получится. Я вам говорю о том, что со средствами аудио-видео фиксации на режимную территорию проходить запрещено. Поэтому, возможно, и требовали от вас то же самое, потому что территория является режимной. Понимаете, как будет в этот раз, вы заявляетесь приходить один. Я правильно вас понимаю? Территория, вы сказали, территория является режимной. Все здания являются режимными или отдельные комнаты только? Вообще, от начала, от входа в здание, вся территория управления является режимной. У нас все-таки государство, сторона, а там режим. Но он кровавый, весь в крови. Серьезно? А назовите номер режимного объекта. Я вам не могу назвать, это секретная информация. Есть приказ, который обуславливает границы режимной зоны. Поэтому это закрытая информация, и гражданскому населению запрещено делиться этой информацией. То есть приказ есть, но он секретный? Ну, конечно. Я вам должен верить на слово, да? Ну, я не знаю, должны вы мне что-то или нет, но как факт я констатирую, это действительно так и есть. Этот факт основан только на ваших словах. Сошлись на новому право, назовите закон, приказ. Антон Николаевич, мы сейчас опять начинаем заниматься повторением того, что уже было. Поэтому я вам еще раз говорю, вы можете в письменном виде все изложить, вот, и приходить, конечно, на личный прием. То есть задать все вопросы, все интересующие вас вопросы, вы можете задать в письменной форме, обратившись на сайт МВД 86. Вы можете даже с телефона подать обращение, оно будет рассмотрено, и даны вам объективные ответы. Николаевич, я, к сожалению, не могу больше вам... Подождите, пожалуйста, последний вопрос к вам. Должность у него назовите, пожалуйста. Начальник отдела делопроизводства и режима. У нас все-таки государство, страна. А там режим. Но он кровавый, весь в крови. МВД России по городу Сургуту, Иванова Любовь Александровна. Благодарствую. Все, всего доброго. До свидания. То есть вы не расцениваете свою работу как подвиг? Да нет, как подвиг, нет, конечно. Как подвиг ни в коем случае. Это просто обязанность наша. Мы должны это делать. И заканчивая, я не знаю, министром МВД, все достойны называться героями, грубо говоря. Спасибо вам большое за вашу работу, за то, что вы делаете. Напоминаю, что в студии у нас Дмитрий Николаевич Луценко, замначальника уголовного розыска МВД России по городу Сургут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин